В рамках третьей Всероссийской конференции по космическим технологиям на базе Центра управления полетами Российского университета дружбы народов прошел круглый стол роль САИ университетов-участников проекта 5-100 в формировании конкурентоспособного научного сектора экономики, проблемы коммерциализации научного продукта. Опыт РУДН, который занимается не только подготовкой научных кадров и специалистов в различных отраслях, но и рассматривает вопрос дальнейшего продвижения высокотехнологичной продукции России на мировой рынок, заинтересовал многих участников конференции. Абсолютно новый подход. У нас в Беларуси пока такого опыта нет, и мы здесь с удовольствием сегодня послушали предложения, идеи. Конечно, очень важно, что университет работает с крупными российскими заказчиками для того, чтобы создавать новую продукцию в области космических технологий, их использования в народном хозяйстве, ну и технологии двойного назначения, но и также важно, что работает в плане продвижения этой продукции, используя те механизмы, которые есть. Возможно ли сформулировать комплексные предложения по продвижению научных продуктов? Насколько целесообразно сейчас создание единой платформы и налаживание сетевого взаимодействия для продвижения научных продуктов на российском и зарубежном рынках? Какой может быть такая платформа? Эти и многие другие вопросы за круглым столом обсудили руководители САИ и вузов-участников проекта 5.100. Те площадки, которые организовывают для обсуждения Российский университет дружбы народов, отличаются своей актуальностью. С моей точки зрения, было полезно услышать понимание того, как должно быть выстроено взаимодействие между университетами и промышленностью, ну и, конечно, услышать мнение о том, как должно быть выстроено взаимодействие с университетами со стороны таких корпораций, как Российские космические системы, Роскосмос в целом и корпорации Ростех. Это общение было полезным для всех его участников, ну и, в общем, мы достигли понимания о том, как можно было бы повысить эффективность этого взаимодействия. Также между Российским университетом дружбы народов и Белорусским государственным технологическим университетом было подписано соглашение о научно-техническом и образовательном сотрудничестве. Опыт РУДН в мировом сообществе довольно высокий. Опыт подготовки кадров, опыт развития научных исследований очень интересный. Поэтому вот этот рамочный договор, который мы сегодня подписали, он весьма важен для, с одной стороны, и продвижения тех контактов в этой высокотехнологичной сфере между Белоруссией и Россией. Екатерина Гульбина, Сергей Мартыненко. Новости ТВ РУДН.